Добрый день! Ведь у нас есть возможность поздравить, и я бы даже сказала, честного прекрасного человека, талантливого журналиста, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, председателя Уфимского городского отделения имени Флюры Акмеровой общероссийской общественной организации «Союз троемедов России», видного общественного деятеля. И прекрасную женщину, встречайте, Бульнара Альфредовна Александровна на сцене. Вначале прозвучит композиция Бульнары Альфредовны «Сквозь душу и сердце». Добрый день, дорогие друзья, такие коллеги, учителя, краеведы мои дорогие. Мне очень приятно, что в этот день вы сегодня все с нами и направились вместе, как в добрые старые времена. И сегодня я благодарна вам за то, что вы пришли, как и я, послушать поэзию. Уметь с моим свиданием и помечтать, погрустить, высказать свои сокровенные мысли и, может быть, даже подумать о будущем. Вы знаете все, что в этом году моей свиданием исполняется в 150 лет своей рождения. И вот я хочу сегодня вам вынести, показать фрагмент своей композиции, которую я планирую доказать на связи с чтениями в 10-х и лавках этого года, в сентябре этого года. Ну, я еще хочу сказать о том, что есть такая идея, и я очень хочу, чтобы она учитывалась, чтобы в Уфе был создан цветающий культурный центр. Потому что мы понимаем, что чем больше будет реликальных таких брендов, как «Шалякин», как, значит, «Рудольф Дуриев», как «Марин Цветая Буфель», тем мы больше будем создавать имидж культурной столицы России, в том числе и многом-можемостановых. Мы проводим музыкальные поэтические вечера, проводим цветаевские чтения. Самая вещь постоянного цветаевского чтения в Москву, Гелавову уже установила связь со многими музеями цветаевскими в России. Это музей московский Марина Цветаевой, Гелавовский, Володарский музей Марина Цветаевой. Далее в Феодосии очень хороший музей, Марина Цветаева, мы с ними обменялись контактами, вот, интересные музеяры. Поэтому еще раз хочу сказать, что создание Цветаевского культурного центра в Уфе, это будет просто потрясающе. Там будут встречи организации интеллигенции городской, да, и выставки художников в Одессе. И вообще сможет встречаться творческая общность нашего города, не только города, но и республики. Вы знаете, вот, наверное, Марина Цветаева счастлива тому, что мы так могли собраться по коньке ее творчества, дешевле для тех, и просто поговорить о ней, почитать ее стихи, послушать музыку поэтического слова, которое нам всем благодарило. И поэтому я хочу вас сегодня тоже поблагодарить за вот эту любовь к поэзии, за то, что вот мы сегодня говорим о ней не только с оттенком грусти, потому что так сложилось в ее жизни, что она, к сожалению, погибла очень рано и оказалась не в своем времени, наверное, нам. Сегодня мы посвящаем нашу программу Марине Цветаевне. Марина Цветаева как-то сказала, сколько лет мне, столько лет моей душе, а душа, мы знаем, бессмертно. Красной кистью ревина зажглась, падали листья, я родилась, спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн, Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябиной горькую кисть. Так Марина Цветаева вошла в этот мир, чтобы изменить его. И Марине Цветаевне, мы знаем, принадлежит очень много высказываний о мире, о судьбе, о жизни и о смерти, о предзначении человека на земле. И однажды она сказала совершенно протоксальная вещь о том, что у человека, у всех у нас есть три составляющие. Это тело, это душа и это слово. Вот равенство души и глагола, как это важно. Слово, вдумайтесь только в эти слова. И Марина смогла нам это все донести. И равенство души и глагола, наверное, только поэту присуща вот эта возможность себе все совместить. Поэтому поэты самые счастливые люди на свете. И как замечательно, что ее пророческие стихи, написанные в 1913 году, Куртебеля, оказались в пророческих. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, как исты из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фемиал, Моим стихам о юности и смерти, нечиненным стихам, Насбросанным клипом магазинам, где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным видам, настанет свой черед. Вот эти стихотворения Марина Цветаева предрекла, что ли, Слава, Бессмертная Сибирь, и определила свое поэтическое назначение. Мы знаем, что она стараться там и стала писать стихи. И, к сожалению, она с первых, скажем, своих стихотворений, Своя сборник стала чувствовать свое одиночество, души своей, Свою индивидуальность и непохожесть на других людей и поэтов. И поэтому, когда у нее появились первые ее произведения, Они уже носили какой-то оттенок грусти, да? У них было много философское значение. И вот я хочу почесть о стихотворении, которое, собственно, говорит о том, Что в мире мы живем в очень такое время сложное, Когда очень важно понимать людей друг к другу, Относиться с уважением, понимать, чувствовать человека. Понимаете, это очень важно. Это не касается только меня, это всех нас касается. Потому что бывает так, что человек все же работает, трудит, старается людей, А потом происходит какой-то момент, и как-то все это вот никому не нужно. Так не должно быть. И к этому нас всех призывала Марина Цветая. Вы, идущие мимо меня, к немоим и сомнительным чарам, Если б знали бы, сколько огня, сколько жизней растраченной даром, И какой героический пыл на случайный тень и на шорох, И как сердце мне, если перелил этот даром растраченный порох, Олетящие вдаль поезда, уносящие сон на вокзале, Впрочем, знаю я, что и тогда не узнали бы мы, Если б знали, отчего мои речи риски, Темным дымом моей папиросы, Сколько грозной и темной тоски В голове моей светлой волосы. В 1917 году Марина Цветаева еще могла сопротивляться Вот этому противоречию идеального мира, Которого она придумала сама, И которым окружала ее действительностью. Поэтому вот так получилось, Что со временем эта пропасть очень сильно расширялась. В это время она бросала мужа, Она возвращалась к нему снова, Она заводила реальные и воображаемые романы. Но вся густая революция Значительно повлияла на ее духовный мир, Поставив перед очевидными мучительным выбором. Стехотворение, следующее, которое я прочту, Оно как раз является одним из самых известных В раннем полочном моменте. И в нем она пишет о том, Что смерть физической не существует. Пока есть душа, пока человек живет, Душа у нас, Но душа ему бессмертна. Идешь на меня похожий, Глаза устремляя вниз. Я хрустала тоже. Прохожий, остановись, Прочти, слепоты куриные, И маку сорвала в пуке, Что звали меня Марины. И сколько мне было лет, Не думая, что здесь могила, И я появлюсь, глядя. Я слишком сама любила смеяться, Когда нельзя. И кровь ревала кожей, И кудри мои велись. Я тоже была. Прохожий, прохожий, Остановись, Сорви себе с север дикий, И я буду мой след. Глазвичинской земляники Сочнее и слаще нет. Но только не стой, Грюло, голову опустив на грудь, Легко обо мне подумать, Легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, Ты весь золотой пыли, И пусть тебя не смущает Мой голос из моей земли. Это посмертное признание поэта Оправдало ее надежду до смерти. Марина рано потеряла мать, Поэтому очень много В ее творчестве занимает Тему смерти. Уж с поликой упала В эту бездну, Разверствую вдали, Настанет день, Когда и я исчезну С поверхности земли. Застынет все, Что пело и боролось, Сияло и рвалось, И зелень глаз моих, И нежный голос, И золото мороз, И будет жизнь И росущим хлебом, Забывчивостью дня, И будет все, Как будто бы под небом И не было меня. Изменчивый, как дети, Каждый менее, И так недолго злой, Лививший час, Когда дрога в камине Становится золой, Беланчей, И кавалькады в чаще, И колокол в селе. Меня, Такой живой, И настоящей, На ластовой земле, К вам сел, Что мне ни в чем не знавший веры, Чужие и свои, Я обращаюсь с требованием веры, И с просьбой о любви. И день и ночь, И письменно, И устно, За правду, Да и нет, За то, что мне так часто, Слишком грустно, И только двадцать лет, За то, что мне прямая неизбежность, Прощение, обид, За все им, Безудинную нежность, И слишком твортный вид, За быстроту стремительных событий, За правду, За игру, Послушайте, Еще меня любите, За то, что я умру. Цвета вас трудом может допустить, Что ее уникальная, Непосторимая личность Навсегда исчезнет. И поэтому, Обрось любить ее Со всеми отрицательными И положительными качествами, Понимая то, Что она такой же, Как мы человек, И что она не бессмертна. И, конечно, Самой главной темой В ее творчестве Стала любовь. Люблю я, Значит, Существую. Марина Цветава До последних дней Любила жизнь. Так же, Как люблю ее я. Так же, Как любят все ее Вы, Сидящие в этом зале. И она жила Со спавнутым сердцем К людям всегда. Она стремилась к людям, Понимаете? Вот ей Хотела всех объединить В одно целое, Стать миром, Миром мощным, Миром вселенной. Она любила Сестру, Маму, Своих детей, Подруг по гимназии, Любила человека, Который был для нее Смыслом жизни. И так она Пронесла Сквозь свою жизнь Эту любовь, Сквозь сердце и душу. Я бы хотела Жить с вами В маленьком городе, Где вечные сумерки И вечные колокола. И в маленькой Деревянской гостинице Тонкий звон Старин часов, Как капельки времени. И иногда По вечерам Из какой-нибудь Монсады флейта И сам плетист В окне. И большие тюльпаны На окнах. И, может быть, Вы даже не Не любили. Вот так вся жизнь Пропущена Свой душ и сердце. Все было Между любовью И любовью. Все было И смерть, И революция, И голод, и холод. И вся жизнь Была между Любовью и любовью. И хотя эти строчки Написаны Молодой Цветарь, Они настолько Сильны и актуальны. Лежат они Написанные Наспех Горячие Обгорчие неба Между Любовью И любовью Распят Мой миг Мой час Мой день Мой год Мой бег Она знала, что так будет всегда Всю жизнь Вообще Все Про себя Знала Как-то сказала, что я на последних Дни Буду писать Сильно Так и было Она все Она все знала Про себя Но Марина Цветаева Не была На Цветаевой Если бы Не было Мы не знали Следующее Она делила Жизнь Вообще Любовь Делила На три периода Первое Это предчувствие Любви Второе Действие Любви И третье Веспоминание О любви Причем Действие Любви У нее длится От пяти До семидесяти пяти лет Поза меня Внимать И вот Ее гимн Женщины В гибельном фолианте Нету Соблазна Для женщины Арс Арманди В женщине Вся земля Сердце Любовных зелий Зелия Вернили Всех Женщина С головели Чей-нибудь Смертный Вех Ах Далеко До неба Губы Близки Вомбле Бог Не суди Ты не был Женщиной На земле Мне нравится Что вы больны Увы не больны Мне нравится Что я больна Увы не больны Что никогда Тяжелый шар земной Не уплывет Под нашими ногами Мне нравится Что можно быть смешной Распущенной И не играть словами И не коснеясь Удушливой волной Слегка 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 Слышишь В кровати Спасибо вам И сердцем И рукой За то Что вы мне Не знали Сами Как вы Вы Субтитры Истинное Одно Слегка Потрясающе Слегка Вески И это Как вызову Слегка 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 И это И это Было Красиво Это Было Высоко Это Было Прекрасно Но Брюссов Пишет Минутами Становится Неловко Словно Взглянуть Из окна Чужую Партиру И посмотрел Сцену Видеть Которую Неложен Состоронние А вот Малой Волошин Сравнивал Цветаеву С Атланидой Герцог Зинаида Гиппиус И положительно Отзываясь О поэзии Этих Женских Поэтесс Писал Что Девичья Интимность Ни у одной Из этих Поэтесс Не достигала Эпогея И не Филоза Как у Марина Цветаева Так Открыто Поительно И так Дубоко Сказать Аль Любви Не может Никто Что К этим К этим Отношениям Она относилась Достаточно Иронично Нужно Вспомнить Две Главки Из 25 И Сиква Томилиан Шампанская Перволонна А все Ж Нулевая Пей Без Розволь Без Тепей Нас Спишь В Маниле Темной Ты Мне Не Жених И Муж Твоя Голова В Умане А Вечно Утой Туш Ушли Бет Первой Романе Скучаю После Кутежа А я Переселюсь Не чаешь Ты Господин Я Госпожа А главное Как ты Такаешь Есть Золотые Кутежи И этот Мой Кутеж Оправдан Шампанское Любовное Лжи Без Патоки Любовной Правды Самое Главное Что Она Никогда Не пыталась Эти Отношения Природить Что Настоящее И Мне Кажется Ее Любовь Самая Искренняя И Самая Чистая Как Любовь Ребенка Любовь Сергей Эфрон Был Ее Мужем И Единственным Человеком Который Ее Понял А Поняв Полюбил Вот Такую Как Она Есть Ненормальную Со Всеми Страстями С Ее Противореченностью С Ее Характером Совершенно Не Похожим На Круге Он Понял Поняв Полюбил И Принял Так Вот Так Она Есть Сама Цветаева Говорила Только При Нем Я Могу Жить Так Как Я Живу Совершенно Свободна Она Благодарна Была Ему За Многое Всю Жизнь Хранила Его Карточку С Этой Карточкой Истрепанной Маленькой Рамочкой Ейцелой Переезжала По всему Свету Где Она Не Была Карточка Была Всегда Здесь У Люди И Сергею Ефрону Она Посвятила Истала Я На Аспиной Тоске И На Листочках Вильевых Повлеклых И На Речном И На Морском Песке Кольфами Фольду И Кольцом На Стеклах И На Столах Которых Сотни Зим И Наконец Что Всем Было Известно Что Ты Любим 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 Расписывалась Раду Небесная Как Я Хотела Чтобы Каждый Слел Веках Со Мной Под Пальцами Моими И Как Потом Склонивший Лоб На Стол Крест Напрест Перечеркивало Имя Но Ты В руке Продражного Песца Зажатая Что Так Не Сердце Жаришь Не Проданное Мною Внутри Кольца Ты Уцелеешь На Скри Жаре Вообще Любовь Это То Что Мучило Ее Всю Жив Между Любовью И Любовью Сквозь Душу И Сердце Это Кажется Вообще Самое Верное Отделение Поэзии Не Только Поэзии Но И Живей Моей Цвета Она 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 Поэзии Поэзии Если меня не поменует, то в жизни призвание все в пустую. Но в этом же письме она безвлезно сознает. Наверное, минуты. И жить бы с ним я все равно не смогла. Слишком сильно люблю. Наши жизни похожи. Я тоже люблю тех, кто живет рядом. Но это доля. Ты же воля моя, та самая пушницкая, занял счастье. Я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива. И вот в творении написано по странам. В мире, где всяк сгорлен и взмылен, Знаю, один мне равносилен. В мире, где столь хочешь, много хочешь, Знаю, один мне равно мощен. В мире, где все плесень и плющ, Знаю, один ты равносущен мне. Пусть она напишет. Какие восхитительные стихи вы пишете. Какой больно, что вы сейчас больше меня. Больше поэт, чем я. Я это точно знаю. Как я люблю вас, Марина. Это он написал еще не до того, Он подпочел по ее морей и по ее конца. Так вольно, так обогащающе, так прекрасно. 14 июля, 21 июля. И, наконец, еще о самом главном человеке в ее жизни. Радиславе Радиславовича Радиславовича Радиславовича. Вы поверили в меня. Вы сказали, вы все можете. Я, наверное, все могу. Вы просто меня полюбили. Вы мое спасение. И от смерти, и от жизни. Вы жизни. Господи, прости меня за это счастье. Октябрьская больница прозвучила Марину Святаю со своим мужем. Белый офицер Сергей Фонт после поражения на рабочей армии был дружным покинуть Советскую Россию. И поэт долго не знал ничего о существовании или смерти Сергея Фонт. И к тому же в это время она поняла, что Святаю это лишнее за человеком. В этой стране, в нашей стране. Ее не признавали. Творчество ее осуждали. Преседовали ее за все. И не имея средств существования, она выгружена туда продавать свои вещи. В феврале 20-го года Миральке у младшей дочки. А в мае 20-го года она пишет тихотворение. Прикрождена. По зорному столбу славянской совести стоянной Змеевой сердце Из клеймом на лбу. Я утверждаю, Что неверно. Я утверждаю, Что во мне Огонь печатицы предпечастен. Что не моя вина, Что я с рукой По площадям устаю за счастье. Пересмотрите все мое добро. Скажите, Или я слеп? Где зубы мои? Где серебро? Мои руки лишь ворско-пеку. Прикрождена. А к позорному столбу Я все же скажу, Что я тебя люблю, Что ни одна до самых нетр мать Так на ребенка своего не взглянет, Что за тебя, Которой телом занят, Не ныреть хочу, А умирать. Ты не поймешь, Малы мои слова, Так мало мне позорного столба, Что если б знание Не доверил Бог, И вдруг бы ты предстал С другими тебе глазами, А к гневу как стол Моя рука бы выпустила знание, И эту честь последнюю поправ Приниже ног твоих, Приниже трав, Твоей рукой к позорному столбу Либо вождена березка. Сей стол встает мне, То не локон, то, То в голове воркует Возвращаясь, И все же отдал, Сей черный стол Я не отдал За красный мил Руана. В 1922 году Марина Цветаева уезжает Немного на границу. Так началась 17-летняя Одиссее Марина Цветаева за рубежом. И жизнь навигации Складывалась очень трудно. Мой читатель остался в России, Куда мои стихи не доходят, Сожалела она. Маркопесия Смерч садом Берегите гнездо и дом, Долг и верность спустив цепи, Человек молодой не спи. В вратах, как благая весть, Белый стражин доставит честь. Обези свой дом бежой, Да и не вникнет в него чужой. Берегите от злобых волн Садик сына и деда волн. Под ударами злой судьбы Выше прадеда дубы. Короткое стихотворение, Как оно созвучно всем нам, И вам, дорогие примеры. И о возвращении Марина Цветаева В России. Шел 1929 год. И, кстати, в моих дульей Оставил воспоминание О встрече с Мариной Оставил воспоминание Творчества Голицына Накануне войны. Нехорошо. Вот я вернулась. Душная, отравленная Атмосфера эллиграции Давно мне опостылила. Потянула домой. Сама не знаю, Что я себе при этом представляла. Но я здесь оказалась Еще более чужой, чем там. Муж забрали, Дочь забрали. Меня все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, Что тут происходит. И меня любили понимать. Когда я была там, У меня хоть мечта была Родина, А сейчас и ее отняли. На обратном пути, Когда мы пошли в поселок, Нам встретился старик, Очевидный из местных жителей, Коренавский, сильный мужик, С очень выразительно Куман Безон. И вдруг Марина Ивановна Глубоко задышала, Словно Безон прошептала, Какой он зрячий. Я его, как Родину, люблю. В 1939 году. Марина Цветаевна, Пусть 17 лет Безственного положения Пребывания за рубежом, Получив советское гражданство, Возвратилась в Россию На родную землю. Тоска по Родине Давно разоблаченая группа. Мне совершенно все равно, Где совершенно одинокой быть, По каким камням домой Везти с кошелкой базарной, В дом и не знающий, Что мой, Как госпиталь или казарма. Мне все равно, Каких среди лиц Очетинился племеном любовь, И с какой у людской среды Пусть выясни непременно. Себя, В единоличии чувств, Камчатским введем без ретины, Где не ужиться И не чусь, Где унижаться Мне едино. Не обольщусь языком, Родным, Его призывом лечным, Мне безразличным, Таком непонимаемым Встречным читателем, Газетных тонн, Гладателем, Долитым сплетелем Двадцатого столетия ума, А я До всякого столетия, Ослубеневший, Как бревно, Оставшийся от аллеи, Мне все равно, Мне все равно, И, может быть, Всего ровнее, Роднее бывшее всего. Все признаки с меня, Все медны, Все даты, Как рукой сняло. Душа, Родившаяся, Где ты? Так край меня не уберег. Мой, что из самой зорки Сыщет, Вдоль всей души, Всей, Поперег, Родимого бедна не сыщет. Всяк дом не чужд, Всяк храм не пуст, И все равно, И все едино. Но если по дороге пуст, Особенно рябина. Марина Цвета мечтала, Что вернется в Россию Желанным и жданным гостем. Но так и случилось. Семья Ирона вернулась в Россию В жестокое время. А те, кто возвращался из рубежа, Считали шпионами. Были арестованы и муж, и дочь. Сергей погиб в заключении. Рядом Сергеевна 16-я провела в тюрьме. И вернулась на родину Только через 6 лет После гибели матери. Началась Великая Отечественная война, Принявшая народу в девчайшие бедствия. Цвета я попала в эту пылку акцию, В маленький город в Татаре и Велагу. Рядом не было ни друзей, Ни жилья, ни работы, ни семьи. И под гнётом личных несчастья, Душевной депрессии, В одиночестве, 31 августа 1941 года Она покончила жизнь. И как пророчество Всем нам сегодня, Живущим на этой земле, Великой планете, Я считаю, Следующее изотворение, Я думаю, что мы с собой согласились. Я знаю правду. Все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите вечер, Смотрите уже скоро ночь. О чём поэты, любовники, волководцы? Уж ветер селится, Уже земля просеет, Уж скоро звёздное в небе Заводит в юго. И над землёй скоро уснём мы все. Кто на земле не давали Начнёмся друг другу? Я знаю правду. Все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите вечер, Смотрите уже скоро ночь. О чём поэты, любовники, волководцы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...